Время, чтобы все подошли, я лично закрою дверь. Пусть это будет... Закрывает дверь, я представлю. Театр, театр Орликиниады, театр трансперциональной мистерии. У нас здесь на конференции, громадное событие, мы с Вадиком влюбились друг к другу с тех пор, как узнали. Я с тех пор прочел рукописи его книги, еще не публикованная, самоосвобождающаяся игра много лет назад, и сразу рассказал своему партнеру, это мы должны издать. Ну это же никто не поймет, говорю, неважно, это должно быть. Книга была не только понята, но и благополучно раскуплена, и сейчас вышли, насколько я знаю, более популярные версии в нескольких частях, и все продолжается. Я очень рад, что Вадик и его актеры, режиссеры, товарищи, коллеги, которые вместе с ним провожают грандиозный проект, у которого, как у всего настоящего, много имен. Сколько имен у Шея? Сколько ролей сыграл гипчок, вы знаете? Например, в «Фрэнке Шоу». В день это другой вопрос, то, что можно количественно. К счастью, сейчас полная коллекция «Фрэнка Шоу», «Безумного Фрэнка», который появлялся каждую субботу на серебряном дожде, доступно, и все желающие могут путешествовать вместе с Грохом, полиметальным матрицем или с Падмасом Хавой по Бардо. Кстати, один из, я считаю, гениальных спектаклей Вадика называется «Бардо для Алисы». На одной из конференций участники имели счастье внимать полной версии этого спектакля. Очень давно было, да? Очень давно, но тем не менее, ну и все вы знаете, конечно, другие замечательные проекты, такие как «После Фрэнка Шоу» появилось оттуда, потому что Фрэнка, ну, можно сказать, ушли, но голос его остался, и весь, который он посылал, невозможно остановить. Проект оттуда, замечательные, совершенно феерические, ризионерские представления в московском планетарии, связанные с этим тем. Конечно же, фантастический проект, который перевернул инет и вообще всю вселенную, которая называется «Мистер Фримен», где, Вадик, не только голос, уверяю вас, а в каком-то смысле сам «Фримен» — лицетворение трансперсонального духа свободы, то есть и стремленности за пределы любых ограничений и границ. Ну и, конечно же, в самой-самой сокровенной глубине, и на это указывает тибетская фамилия Демчок, которая, наверное, пришла к Вадиму в результате там усиленного контакта с тибетской традицией, а также личного опыта голокрупного дыхания, с которым Вадик познакомился в юном возрасте, относительно юном, в Санкт-Петербурге, который тоже оставил неизгладимое впечатление. И все это вместе, наверное, вот и помогло тому, что вот из этой сплавы, из в алкемическом котле его жизни возникло такое видение судьбы человека как игры, которая освобождает жизни человека, как через страдания, через театр, через выражения, через мучения, через проявления, через столкновения, через все это, тем не менее, сохраняя дух, детский дух игры, очарование свободы и легкости, мы освобождаемся, мы растем. Вот что для меня Вадим Демчок, его мир, одно из названий которого «Облигий гениада», другая «Мистер Фримен», «Третья самоосвобождающаяся игра», «Фрэнки Шоу», роли кожи венеролога в известном и любимом многими сериале, и так далее. Итак, Вадим представит сам своих друзей и коллег. Все сказано, до свидания. Алаверды, нужно сказать несколько слов о Володе, потому что действительно он не упомянул только одну единственную вещь, потому что в момент, когда все только фокусировалось и разворачивалось где-то очень глубоко на территории какого-то внутреннего театра с очень трепетными, полными страхов и жаждой реализации, и только просыпалось и оформлялось, он не один из первых, а просто первый. Человек, который протянул руку и взял в руки текст и издал книжку. Несмотря на то, что все вокруг говорили о том, что это совершенно ненужная литература, никто не поймет и так далее. И когда она вышла, он сказал о том, что «не волнуйся, сейчас реакции не будет, реакция будет через 10 лет». И это его слова. И за это я, конечно же, бесконечно ему благодарен, и это один из тех существ, которых я готов защищать до крови, с лопатой в руках, агрессивно и всячески, потому что таких людей, судьбоносных, я думаю, что ни в коем случае нельзя предавать. Хотя поиграть в предательство тоже иногда полезно. Но об этом мы сегодня постараемся говорить. Я также счастлив, что уже стало традицией мое присутствие в этих, участие в этих конференциях. И горд тем, что с каждым годом мой эксперимент тоже наращивает новые мышцы. И я имею площадку для того, чтобы разворачивать результаты этого эксперимента, который нарастает, нарастает, нарастает. И это эксперимент исследования феномена игры. Игры как таковой, игры как мифа, мифа игры. И сегодня мы будем говорить, коснемся очень многих тем, потому что мне показалось очень важным подвести черту под всем этим слоеным пирогом всевозможных исследований и дать это введение в феномен игры с очень многих точек зрения. И прежде чем я приступлю к этому подробному изложению, я хочу представить команду, которая сегодня со мной. Андрюша Ланд, актер театра «Арли Кенниады». И очень много всевозможных регалий, которые перечислять не буду. Но я когда о себе тоже говорю, то мне не очень нравится перечислять регалии, а просто говорить, что я хомо-люденс, человек играющий. Анна Зарянкина, актриса «Арли Кенниады», человек играющий. И Александра Грин. Я приглашал сюда и других персонажей из своих «12 апостолов», из которых соткана команда театра «Арли Кенниады». Но здесь присутствует только Маргарита Быстрякова. Вот тоже. Но она не захотела садиться сюда. Актеры имеют право на капризы. И выбор места действия там, где им максимально комфортно. И на самом деле на этом построено все силовое поле наших внутренних процессов. То есть необходимости заставлять что-либо делать отсутствует. Но есть очень мощная энергия, направленная на создание некоего силового поля, которое, будучи заряженной вибрацией, воспитывает внутреннюю мотивацию, и люди сами распаковываются в своих самых лучших талантливых качествах. И это эксперимент, который касается именно вот этого распаковывания феномена игры, все больше и больше начинает наращивать свою силу. И кругами, как камышек, брошенный в воду, кругами начинает расходиться. И к этому эксперименту на удивление начинает притягиваться все больше и больше количество людей. И сейчас, забегая вперед и делая это небольшое вступление, интригуя вас к вопросам, даже сформировался целый социальный контекст, когда, допустим, на территории компании Киви, в которой где-то около 1300 человек, организуется одна большая глобальная игра, когда бизнес погружается в игровую модель, и игра становится тем самым клеем, который склеивает мотивации огромного количества людей. И наш слоган «Мир будущего будет сформирован как игра» обретает уже реальную реализацию. Мир будущего будет сформирован как игра, как осознанное напластование огромного количества игровых моделей, и люди будут понимать, что, играя, они увеличивают свою радость жизни, играя, они погружаются в контекст обостренного, радостного, восхищенного, заинтересованного, мотивированной включенности в жизнь, тем самым оказываются максимально полезными и максимально эффективными в той или иной структуре. А эти структуры могут касаться огромного количества пластов. Это и политика, это и социальные миры, это и бизнес, это и спорт, это и война. И эффективность при внедрении игрового феномена в любой социальный контекст, она распаковывает любой контекст и поднимает его на более высокий уровень. И начнем мы с того, что я сделаю небольшое практическое введение, а потом главная задача этого введения воодушевить вас к вопросам, чтобы мы вышли в состояние интерактива. Потому что здесь уже нужна прямая передача, или конкретные распахивающиеся дверцы, через которые информация могла бы проникнуть в мозг, инфицировать и распаковываться уже в конкретном каком-то применении. Итак, что могут сделать самые ненужные существа в современном мире? Артисты, художники, поэты в мире, испещренном желанием зарабатывать деньги, да, так называемые шуты, они могут научить мир играть. Пробудить интерес к феномену, которому нас никто никогда не учил. И это единственное явление в жизни человека, если вы мне подскажете, что еще может быть более фундаментальным и глобальным, то я с удовольствием склоню голову и прислушаюсь. Но единственное явление, которому только что распахнувшему глазки и увидевшему улыбку мамы, или первый раз ударившему по погремушке человечку, что может быть более фундаментальным, чем игровой контекст? Это то, чем у нас никто никогда не учил. Все остальные способы познания реальности, осмысления, вхождения в физический контекст, эмоциональный, интеллектуальный, все дальше расплетается с помощью игровых контекстов, всевозможных игр. Мы вовлекаемся в ту или иную игру, взаимоотношения с руками мамы, с родственниками, детский сад, школа, и дальше идет целый пирог на пластовании, всевозможного культурного наследия, этого огромного ведьминского котла всевозможных игр, входя и ныряя в который, мы обретаем ту или иную виртуозность владения теми или иными правилами игры, и все более и более усложняя этот контекст, выращиваем понимание себя таким, каким мы себя представляем. И если повезет, то рано или поздно мы все равно приходим к тому, что весь объем наших знаний и вся наша виртуозность владения всевозможными игровыми моделями – иллюзия. И как только мы понимаем, что мы всего лишь ролевая функция, которую играет, ролевая функция, которую играет грандиозный актер, и мы же смотрящее пространство, которое сидит в зале, тогда эту ролевую функцию, перенося эту модель в жизнь, мы можем несить как глину, переписывать сценарий и быть очень эффективными в контексте игры на сцене жизни. И в этом смысле театр обладает какой-то удивительной обобщающей метафорой. И недаром в восточных традициях театр как таковой отсутствует. Есть кукольные формы театра, а все остальное подчинено очень мощным религиозным системам. И так далее. Но драматический театр или традиция, которая развилась в европейском контексте, такого нет. Сейчас мы поедем с командой опять же в Камбоджу, и у нас обязательно запланировано посещение кукольного театра. А там Бирма, Камбоджа, это вот такие самые глубинные, развитые контексты кукольного искусства, где на рукоятках даже вырезают название божества. И это настолько слито с духовной практикой, и актерское искусство, оно... Ну, это так, к слову. Я опять насладюсь этим удивительным феноменом владения, вот этой метафорой, когда есть тот, кто смотрит, есть тот, кто играет, и то, во что играют. И для того, чтобы прикоснуться к феномену игры, эту передачу феномена игры, можно сделать очень огромным количеством способов. Можно сделать... Вам нужно выйти? Нет? Окей. Можно сделать огромным количеством способов. Через детскую игру, через контекст традиции игры, когда вот у Андрея Ланда, он вообще сейчас готовит целую книгу глобальную, «Традиция игры», где прослеживает от самых истоков возникновения игрового феномена через осмысление и попытки всевозможных философов, исследователей, психологов и так далее, через... Там упоминается и Фрейд, и Юнг, и... История сильно раньше началась. Ну да, еще раньше. В общем, интересно, что параллельно и в античном мире в Греции, и параллельно с этим в Китае, то есть упоминание о феномене игры, первое исследование, первая попытка осознать, что это такое, почему для человека это важно, как так получилось, что это то, чем у нас никто не учил, и так далее, и тому подобное. Первая параллельная попытка, которая у нас зафиксирована в документах, в исследованиях, это Платон, из известных нам сегодня мыслителей греческих, и параллельно с этим Джоанзи в Китае. А, я уже настроился на то, что ты... Вот, то есть есть этот способ объяснить, есть через разные социальные игры, и этих способов очень много. Сегодня я хочу сделать введение довольно забавным способом, которое я делал только один раз, но я думаю, что оно произведет впечатление, потому что это на самом деле... Это не пишут? Да, возьми. Это введение, это тот самый контекст, который рождается из наблюдения того, как творческая личность, актер или музыкант, или поэт, как рождается образ, который становится, который выходит за пределы за пределы него самого, как выплетается этот новый персонаж. Да, и если мы наблюдем этот процесс, то вот это изложение или введение в феномен игры, оно относится к этому. Но прежде чем я сюда приступлю, я еще расскажу о том, как играют дети. Это действительно очень важный момент. У детей всегда, если мы понаблюдаем за песочницей, в которой играют дети, помимо того, как они стукают себя совками по башке, ломая домики друг друга, и там рано или поздно организуется какой-то лидер, который очень сконцентрированно начинает лепить свою игру, и кругами вокруг него начинают фокусироваться другие дети, собирая единую одну глобальную игру. И это очень интересное наблюдение. Всем советую посмотреть, как возникают игровые модели в детских структурах. И в садике, и в песочнице, и так далее. Итак, у ребенка всегда есть какая-то палочка, тряпочка или какой-то кусочек глины. То есть есть какая-то фактура, на которую он проецирует свой маленький, но тем не менее, опыт. Есть кто-то, то есть он сам, как некая творческая личность, которая вкладывает в эту энергию, есть нечто глубинное, что наслаждается этим процессом действия. Есть какой-то очень глубинный запрос, который рождается непонятно откуда, из пространства, сгущается в творческую силу для того, чтобы опрокинуть и воплотиться в какой-то ролевой функции. И эти три уровня, тот, кто смотрит, тот, кто играет, и то, во что играют, в его восприятии тотально неделимы. Если попробовать оторвать или вырвать его из игрового контекста, вы наткнетесь или на агрессию, или на затаённое смирение, которое рано или поздно, будьте уверены, прорвётся наружу. И поэтому отнять у ребёнка игру, это всё равно, что вырвать его из контекста необходимости познания себя в жизни, защитить себя от каких-то, от настороженного или агрессивного мира, и так далее. Итак, это наш человечек-печенюшка. И самая простая схема, с помощью которой мы дерзаем объяснять не столько человека, сколько сам творческий процесс, являясь просто артистами, являясь просто шутами и не претендуя ни на какие глобальные обобщения, а просто забавляясь и играя, как в песочнице, мы играем на трёх струнах, как архиповский, великий балалайшник наш, для того, чтобы объяснить реальность, нам достаточно только трёх струн. Того, кто смотрит, того, кто играет, и того, во что играют. Зритель, актёр, роль. Весь 20-й век был построен на том, чтобы расщепить театр как таковой. Зрители сажали на сцену, актёра выводили в зал, аннулировали и расщепляли, и так далее. И весь этот театральный эксперимент, он настолько был испещрён вот этими всевозможными попытками что-то изменить и исследовать, что в итоге к 21-му веку театр пришёл к необходимости просто исчезнуть в пространстве, и все методы, накопленные на протяжении веков, вдруг стали вопрошаться на территории жизни. И это очень интересный момент. Сегодня театр, как музейная структура, уже никому не интересен. Он существует просто как фокусировка неких знаний, но весь мир уже превратился в сцену. Но это особая лекция, о которой тоже можно очень много говорить. Итак. Можно полтора слова скажу для тех, кто, может быть, были сегодня на мастер-классе Ирины Зингерман. Если вы вспомните, это три уровня реальности, на которых по процессуальной традиции контекстная реальность, основическая реальность, уровень пустота, полнота. И то же самое вы найдёте у Стивена Гиллигана, если кто-то увлекается, может быть, читал генеративный транс его, о тех же самых трёх уровнях реальности. По мере того, как Вадим будет сейчас рассказывать, можно понаблюдать за тем, как эти, казалось бы, такие разные традиции накладываются одно на другое, и выясняется, что сердцевины везде одна и та же. Я не читал книг, которые читал Андрюша. Я не был на лекции этой дамы. И тем не менее, расскажу то, как это практически функционирует в процессе актёрского существования на сцене. И в итоге, когда, по мере того, как я буду это рассказывать, проецируете на то, как это, возможно, функционирует и в человеке, играющем на сцене жизни, как таковой. Потому что жизнь — это грандиозный спектакль или кинофильм, и вершина присутствия в этой модели — это умение видеть, творить фильм, смотреть фильм, осознавать его, творить фильм и одновременно быть главным героем этого фильма. По ходу и умея возможность переписывать кино, которое ты смотришь. Когда Станиславского спрашивали о его системе не очень далёкие люди, он говорит, «Знаете, посмотрите на Мишу Чехова. Моя система — это он». И когда меня спрашивают об этом, я говорю, «Слушайте, посмотрите на Ваню Ахлобыстина. Моя система — это он». Человек существует в удивительном контексте. Это человек, к которому невозможно относиться, отрицая или принимая. Это человек вне серьёзо и вне агрессии. Потому что он смотрит, обладая невероятно развитым драматургическим даром, он транслирует в мир драматургическое видение. Он смотрит, он творит, пишет реальность, как драматург, и он же главный герой этой истории. Соединяя это всё в одно, «Цимис» и «Сердцевина» — феномена игры. Итак, на уровне роли мы всегда присутствуем в двойственной позиции. Я и вы. Есть двойственная модель, есть конфликт, есть накопление опыта. У вас есть своё видение мира, у меня есть своё видение мира. Да, мы сталкиваемся, рождается драматургия, веер, эмоции, огонь, пылание, умиротворение. Типа, вам что-то нужно, мне что-то нужно. Мы накапливаем всевозможные пересечения, огромное количество драматургических раскладов и так далее. И уровень роли — это вот это яростное, яркое, сценическое действие. Конфликтное существование. Есть один, другой, то, что сталкивается. И это, кто занимался исследованием излучения пульсаций мозга, электроэнцефалограмма, чем старее становишься, то всё больше, то больше забываешь какие-то умные слова, и всё как-то становится очень просто и становится сложнее доносить, да? То есть умные слова начинают потихоньку отмирать. И это примерно пульсация 18-26 импульсов в секунду в разных традициях излагается по-разному, поэтому не претендую на точность. Выше 28 и 30 это уже эпилепсия, то есть мозг заходится в очень динамичные пульсации и так далее. Но когда мы входим в состояние полудрёмы, когда флешка нашей памяти, нашей возможности собрать информацию утомляется, мозг уже загружен, мы входим в состояние полудрёмы, подготовки, уходу в более глубокий сон. И вся накопленная информация, всевозможные игры и весь эмоциональный потенциал, он начинает архивироваться или переинсталлироваться во всевозможные образы. И мы входим в уровень пульсации 18-8-6 импульсов в секунду, уровень неглубокого сна, рэм, быстрое движение глаз. У нас двигаются зрачки, у нас подёргивается тело, особенно на детях это видно. Они дёргаются в блаженстве, и мимика лица, и так далее. Кто смотрел на спящих детей, тот может это пронаблюдать. И в этот момент весь этот опыт, он весь архивируется во всевозможные образные мифологические сюжеты. И здесь вся агрессия или блаженство, или какие-то всевозможные эмоциональные ситуации оформляются в слона, который попадает вдруг в пасть крокодила, сгорает в фениксе, воплощается, взлетает дымом, а падает дождём и так далее. То есть всевозможные эмоциональные переживания, которые такое ощущение, что подготавливаются к переходу на более глубокий уровень. И каждые 40 минут в течение ночи, возможно, вы не знали это, возможно, вы знаете, возможно, вы меня поправите, ради бога, в любом случае это всё способ объяснить реальность, да, с уровня альфа мы опускаемся ещё ниже. У кого-то в каких-то системах есть ещё уровень тета, да, для меня это лифт, который вот циркулирует туда-сюда, да, и поэтому здесь кто-то объясняет это по-разному, я не претендую на способ объяснения других людей. Мы опускаемся ещё более глубоко, где мы умираем, наш врачок застывает, и в этом состоянии мы едины с пространством, которое нас окружает. мы неделимы, мы растворяемся в этой пустоте-полноте, в этом безграничном потенциале, и наша информация уходит, и она едина со всем богатством реальности. То есть, мы собрали информацию, мы отформатировали её в определённую удобоваримую для принятия потенциала пространства форму, и лифт ушёл ещё ниже, да, где мы слились с этим пространством. Но дальше происходит удивительный феномен. Когда мы просыпаемся, из потенциала пространства и этого невероятного обзора и кругозора возможностей, мы вырываем только тот контекст, тот коридор, на который сами себя запрограммировали этими сценариями. Да? И рождается удивительный феномен, то есть, мы, оказывается, никто не виноват, мы сами создали свою реальность, мы сами написали сценарий своей жизни. И это довольно трагическая ситуация, потому что мы понимаем, что если мы сейчас отмотаем плёнку назад и с драматизмом в глазах поймём, что каждый день, начиная с рождения, на руках у мамы, у бабушки, у дедушки, у папы, отсутствие папы, агрессивная мама, обиженная среда семьи, всевозможные драматургии, садик, школа, брошенность, одиночество, первые драматические ситуации в отношениях с противоположным полом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это можем наращивать и наговаривать, и каждый раз, накапливая этот потенциал, мы засыпаем и загружаем флешку, отпуская в пространство эти необходимые, эти сценарии, и выхватывая тот коридор, который сами, на который сами себя запрограммировали, и в какой-то момент мы не можем выйти из этого коридора, понимая, что эти возможности и эти возможности для нас не существуют. То есть мы сформировали свою ролевую функцию, не понимая, что есть потенциал гораздо более глубокий, как этот механизм работает, и остаемся на этой абсолютно ограниченной плоскости, той ролевой функции, за пределы которой, как в пьесе, извините, но автор написал так, вы должны сказать эти слова. Ну хорошо, я скажу эти слова. А я не могу уже говорить, я уже перерос эти слова. Я уже не могу говорить, например, только о гендерных отношениях в контексте брака. Потому что, извините, но вокруг так много красивых женщин. И возникает очень мощный конфликт. Особенно у мужчин, у женщин как бы другая активность, хотя они тоже приходят к необходимости того, что надо отпускать. Если хочешь, чтобы человек был с тобой, надо отпустить. Есть другие сценарные ходы. Это опять же интригуя и забрасывая крючок к вопросам, если хотите, поговорим об этом. И в итоге выплавляется очень багато. В итоге выплавляется очень странный пласт. Мы оказываемся вот в этом ролевом воплощении. И где-то у всех по-разному, но тем не менее 26-28 лет возникает первый протест, первый запрос в том, что что-то не так. Когда-то я был целостен, когда-то было состояние, которое смотрело, играло, и я был как бы играющим, и модель была единой, но почему-то сейчас я существую только в одной плоскости. Почему-то социальной машине не нужны эти центры, и эта творческая активность тоже не нужна. Нужна ролевая функция, которая будет вращать гаечку или винтик в социальной машине по тем законам, по тем принципам, и весь социум он построен в этой очень четкой законодательной структуре, когда тебя выращивают для того, чтобы здесь быть, и вращать этот винтик. Но, к сожалению, время диктует уже другие схемы. И вся образовательная модель, например, когда в школе каждый раз вам говорят о том, что вы должны делать домашние задания, дают очень четко по учебнику все необходимые инструкции, то за 10 лет накатываются такие мощные мозоли, что выходя из школы человек уже понимает, что он не может существовать без инструкций. Он не может выйти за пределы той ролевой функции, в которой его сформировали. Естественный вопрос. А как же, что же ему нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Изменить сценарий, поменять рождение. Зарушать правила. Поменять область себя. Как? Сыграть другую область. Как? Хорошо поменять себя, уйти в точку рождения, прожить это. Поменять там, принять себя в точке рождения, прожить. Дальше. Позвать волшебных родителей. С родителями были проблемы. А лучше волшебника. Волшебной палочкой. Нет, это реальная техника. Я знаю, я знаю. Огромное количество всевозможных техник. И то, что делаем мы в школе игры, это ни в коем случае не продеплейсмент. Да, это... Но и меня, и команду, которая меня окружает, очень сильно воодушевляет то, что действительно оглядевшись на веер всевозможных методов, которые озадачиваются этим вопросом, а что же делать в этой тотально безвыходной ситуации? Да? И есть очень разные подходы. Есть эмоциональные подходы, есть интеллектуальные подходы, есть интуитивные подходы, есть то, что стреляет прямо сразу в подсознание, есть... Ну, веер этих самых технологий действительно невероятен. И через какой бы путь или через какую дверцу бы мы не распахнули, есть холотропное дыхание, да, которое обращает внимание на воспоминания, да, и отматывание пленки в точку проблемы, да, и вскрытие ее, естественно, и так далее. То есть очень много. Есть всевозможные не наркотические, а психоделические аспекты. Что это вы на меня сросли? Есть психоделические моменты. Я не подаю, нет, вы. Меня недавно в интервью в одном спросили, как вы поддерживаете форму, вам уже шестой десяток, как вы так хорошо выглядите. Я сказал, что, ну, во-первых, здоровое питание, бросил курить, бросил кофе, пить кофе, увлекся легкими наркотиками, и много женщин. На меня сразу шары такие, потому что сразу испугались, надо, вероятно, вырезать, но я, увидев этот испуг, говорю, ну, под наркотиками, конечно же, я понимаю медитацию. Да, и сразу же это как бы, сразу же выдохнули и так далее. конечно же, необходимо понять то, что в этой точке перелома, когда происходит архивация опыта, и все медитативные техники, они апеллируют к этому. Именно в точке альфа, когда мозг находится в полудреме, когда он достаточно успокоен, когда он не зашкаливает, и не заходится в эмоциональном горении, да, именно в этой точке загружать определенные программы, которые будут уходить в подсознание, и распаковывать наше видение реальности, снимать шоры и дарить нам образ себя, который гораздо шире, и понимает, что мир гораздо предоставляет гораздо больше возможностей, чем нас приучили это делать. И тогда из этого огромного спектра возможностей мы начинаем выхватывать эти возможности, и наш мир становится богаче. И все нидитативные техники, особенно то, о чем сказал Володя, и у меня мой вход в эти традиции, ну, так сформировалось именно в судьбоносном контексте, хотя потом я расширял этот круг знаний, он больше всего, конечно же, сфокусировался через тибетский буддизм, и через алмазный путь, через дзокчен, через вер всех этих методов, которые потихоньку оказываясь в театральной среде, я стал трансформировать и делать более удоваримыми для европейского сознания, и у меня даже есть целый цикл, у нас есть даже целый цикл медитаций, которые очень напоминают медитации дзокчен и алмазного пути, но тем не менее это уже какой-то вероятно шалость и наглость использовать мощь этих традиций, но преломлять их уже для европейского сознания и вписывать их в контекст именно европейского видения. И здесь я, конечно же, апеллирую, я понимаю, что я нахожусь среди людей, как бы знающих и начитанных в этой области, и здесь меня, конечно же, подпитывает дерзость, что мудрость учений недвойственности, которая перешла в какой-то момент под давлением мусульманства, ушла из Индии, вверх за Гималайей в тибетский котел, каменный мешок, или ушла в другом направлении в Индокитай. Но под воздействием мусульманства эти знания были выдавлены. В какой-то момент они там созревали, обрели свою невероятную форму, законченную под тем, что мы сейчас понимаем, под тибетским буддизмом. Китайцы выдавили это все из Тибета, это ушло все на запад, и точно так же, как буддизм трансформировался перейдя в тибетский котел, смешавшись с боном, и с всеми этими довольно странными языческими практиками, точно так же, совершив прыжок на запад, он должен трансформироваться, он должен перейти в эту испещренную зрелищность, очень мощными аспектами искушения и всевозможной изощренности среду, и он должен принести здесь совершенно другие всходы. Это мой концепт, я в него играю, мне нравится этим воодушевляться и оправдываться в своем преступлении, то, что я, взяв контекст буддийских медитаций и этой традиции, я невольно вынужден трансформировать их для того, чтобы делать доступным для сознания, во-первых, для артистического сознания, которое очень настороженно и дистанцируется от всего экзотического, и с другой стороны, того запроса, который от них все равно транслируется. И в моем контексте эти знания, они смешались с параллельной линией алхимических всевозможных практик, и вот создали эту форму, которая объясняет реальность именно таким способом. Алхимических каких? Алхимических практик, что вы не сказали? У меня есть целая лекция на этом, сейчас я не буду в это углубляться, ладно? Я прошу прощения. Итак, если мы, успокоив ум и обучившись маломальски удерживать сознание и и не заваливаться в сон, и в то же время не выходить на уровень мельтешения мыслей и всевозможного творчества эмоциональных состояний, и действительно, допустим, в простейших практиках, сконцентрировав внимание на кончике носа и начав считать дыхание, и присутствуем в этом состоянии, и умеем загружать некоторые программы, например, медитации на повелителя игр, которую используем, в частности, мы. Повелитель игр – это персонаж, который соединяет и знание об уровне действия, уровне конфликта, умение видеть себя в россыпи ролевых возможностей, одновременное знание подключенности к творческой потенции, умение лепить эту глину, и одновременно к уровню подключенным к уровню глубокого сна. Зритель, актер, роль сливаются в повелители игры в один единый конструкт, опрокидывая на себя который, мы испытываем отождествление с повелителем игр, мастером, который присутствует в единстве того, кто смотрит, того, кто играет и того, что играется. Вадим, маленькое уточнение, повелители игр – это не некое божество, на которое молятся и приносят ему жертвы, но чтобы просто понимать, как вы сказали, это именно я уже достигший совершенства, я мастер, я медитирую на себя в уже достигший уровень мастерства 100%. В том понимании слова совершенства мастерства, в котором каждый себя занимает. Когда мы делаем введение в курс медитации школы игры, то мы всегда говорим о том, что это и есть квантовый скачок. Я уже тот, кем хочу стать. И на самом деле более скоростных методов исследуя довольно большой спектр всевозможных предлагаемых на рынке духовного развития практик, я не ушел, не нашел. А тождествление самой скоростной, умение, готовность открыться и накинуть на себя персонажа, каким я уже хочу стать, я уже им являюсь, это самая эффективная гигиена, проделывая которую, ты начинаешь транслировать в мир качество того, кем я хочу стать, я уже тот, кем хочу быть, прямо здесь и сейчас. И я вхожу в контекст любой ситуации, транслируя зрительское видение целого, из зрительского видения целого естественно всплывает творческая потенция, то есть тот самый чемоданчик сантехника, в котором очень много инструментов, я начинаю все подвинчивать, переписывать, и я же выбираю определенный ролевой контекст, входя в ситуацию, в которую я транслируя все эти три уровня видения реальности максимально эффективен. Если ситуация избыточно умиротворена, то есть впадает в сон, я вхожу в стиле джокерской или трикстерской, когда возбуждаю ее, всколыхиваю или какие-то транслирую провоцирующие элементы, если же она слишком возбуждена, наоборот, в умиротворяющем контексте, и она приходит к покою, и так далее. И в какой-то момент это искусство, оно вырабатывается уже в подсознательные, вырабатывается уже до автоматизма, и ты даже уже не отдаешь себе отчет, почему ты проявляешься именно таким образом. Но ты понимаешь, блин, почему я сейчас так сделал, отматываешь назад и понимаешь, ну конечно же, потому-то, 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 и только задней мыслью распаковывая всю эту цепочку действий, ты понимаешь, надо же, удивительно, я сделал все правильно, да, и двигаешься дальше уже по ситуации. И так формируются вот эти силовые поля, которые сейчас транслируют такую невероятную эффективность, начиная с Орликиниады, трансформировавшись потом в школу игры, и это один такой большой тренинг, спектакль, да, в котором каждый из членов моей команды протаскивает каждого участника этого, 40 или 70 человек, через черную дыру их страхов, да, у нас есть специальные практики, когда они вынуждены оказаться прямо в центре смотрящего пространства, и они сами не понимают, откуда рождается то, чего они от себя никогда не ожидали, да, потому что постепенно на протяжении трех дней мы приводим их к очень четкому пониманию того, кто смотрит смотрящего пространства, их как творческой силы, да, и тех ролевых функций, в многообразии которых они могут на самом деле оказывается проявляться, да, и на самом деле сколько бы картинок не проецировалось на экран, экран всегда чист, и стрелять или испытывать какие-то агрессивные воздействия со стороны, когда в тебя внедряется какая-то агрессия или сила, стрелять в образ на холсте в кино бессмысленно, он все равно будет двигаться, он иллюзия. И это очень сильный образ, как мне кажется, потому что через него можно очень легко понять то, что весь спектр наших знаний, опыта, эмоциональных состояний, агрессии, злобы, нежности, сексуальности, похоти, это все иллюзорно, это все не имеет отношения к нам, это имеет реально только на этом уровне. Стоит опуститься сюда, и весь психоделический опыт нам говорит о том, что это, наверное, самый сильный опыт, который объединяет все, через какие бы двери в этот опыт целого мы бы не входили. «Я смотрю на то, как я творю, рожаю себя». Я почему на этом акцентируюсь, потому что для меня это было толчковым опытом именно через холотропное дыхание, потому что когда я это пережил, блин, что-то щелкнуло и покатилось, я стал распутывать этот опыт, потому что это было невероятное состояние и текущих слез, и внутреннего восторга. «Я смотрю, на то, как я создаю, творю, леплю себя же самого». Три плоскости. И дальше проходя уже по другим всевозможным экспериментам, связанным с всевозможными расширителями сознания, везде этот элемент присутствует, в разных акцентах и в разных, но всегда есть тотальная осознанность и видение ситуации в целом, есть невероятная творческая сила, которая разбрызгивает твое видение реальности во всевозможных ракурсах, и ты же сама эта эмоция. То есть этот образ, когда как серфер проходит под волной, эмоциональной волной, которая его захлестнула, «Я есть эмоция!» На уровне роли «Я всегда есть мощная, радостная, восторженная или злобная, дикая, исполненная ненависти эмоция, я реально все переживаю». На уровне роль актера я игра в эмоцию, я творю эту эмоцию, и на уровне зрителя я осознаю, я наслаждаюсь этой эмоцией. Блин, какой кайф, как он это здорово сделал! Да? И на самом деле все эти выкладки исследователей, опять же, электроэнцефалографических исследований говорят о том, что мозг может функционировать на этих трех плоскостях одновременно. Недаром это подсознательное чувствование... Кто Люси снял? Бессон. Бессон. Это подсознательное, коммерческое, естественно, но это вот интуитивное чувствование Бессона, потому что он попал в самый центр запроса, сняв фильм Люси. Да? И у каждого, я правда не понимаю, как антинаркотические те самые инстанции пропустили этот фильм, наверное, не в доле. Да? И здесь какая-то многоходовка с их стороны, потому что это невероятно возбуждает самоисследование. Это фильм, колоссальный рекламный ролик для того, чтобы... Блин, я хочу это попробовать. Реально, правда, да? И поэтому для меня это действительно странно. Но, вероятно, время взывает. С другой стороны, есть, опять же, заявление о том, что этот фильм снят во Франции на деньги для того, чтобы легализовать легкие наркотики и так далее. Вероятно, время диктует к тому, что цивилизация дальше не может развиваться без этих легких и таких необходимых стимулов для того, чтобы расширять сознание, выходить за пределы этой сдавленности черепной коробки, выходить за пределы ролевой функции. И самому человеку, вероятно, очень трудно это сделать, хотя есть дисциплинарные, очень подробные на протяжении многих жизней, как в Тхироваде или как на протяжении одной жизни, как в Алмазном пути, достигать просветления и выхода за пределы черепной коробки. Но, вероятно, людям нужен этот стимул. Конечно же, все это нужно делать осторожно. У меня даже была в одном интервью одна такая реплика, опять же, провокационная, в трикстерском стиле. Я говорил о том, что, вероятно, в мире нужно создавать зоны, где эти возможности возможны. И любой человек, ищущий, конечно же, под надзором врачей, конечно же, под надзором инструкторов, которые должны рассказать картографию и так далее, но позволять это делать. И каждый человек, озаботившись этим, накопив определенную сумму, может сделать тур подсознательно. То есть, в смысле, тайно это все равно происходит. И накапливается колоссальный потенциал внутри. И люди просто понимают, что они преступники, накапливают чувство вины и так далее. Ну, об этом тоже. Есть холотроп. Есть холотроп. Есть холотроп. И мозг может работать одновременно на трех уровнях. Часто тоже, опять же, задают вопросы относительно сексуальных практик всевозможных. Вы пишут сегодня наркотики, секс, рок-н-ролл. Секс, рок-н-ролл. Это не значит, что мы в школе игры даем всем какие-то препараты и потом тренинг. И вводим в тайную комнату, да? То, что мы все наблюдаем. Нет, мы как раз за три дня, простите, да, без всяких химических средств. Следующий тренинг. Ожидание тренинга. Где эти таблетки разберем? Мы как раз пытаемся добиться того результата, о котором говорит Вадим, и добиваемся в большинстве в своем именно без воздействия этих средств. Я никогда не говорил об этом на других аудиториях. Но понимая, что здесь аудитория особого сорта, и которая довольно крепкий орешек для всевозможных научных, я вот в видео и говорю, я и оправдываюсь перед видео, да, для всевозможных научных, и довольно крепкая к всевозможным провокациям, то я использую, конечно же, атомное оружие, да, то есть такие взрывные вещи, да, и опять же, все техники сексуальные, они, конечно же, сводятся к тому, что на уровне роли секс не существует. Это разыгрывание всевозможных ролевых функций, подавление, принятие, это целый спектр игровых моделей, которые здесь разыгрываются, но если пара достигает развития, когда пробуждается один единый талант на двоих, и на сцене присутствуют два артиста, слитых в едином творческом акте, да, а если еще есть осознающее пространство целого, тогда рождается секс, да, и тогда рождается, точно так же в основе мифа лежит игра, игра насквозь сексуальна, она соткана из двух начал, палочка и кружочек, да, и начинается взаимодействие всевозможных программ, компьютерных и так далее, и игровых. И присутствие артиста на сцене сводится опять же к этой удивительной модели. Артист на сцене просветленное существо, но только в момент, пока он на сцене. Он выходит на сцену в луч прожектора, он понимает, что перед ним космос, открытое пространство, у нас он в нижней части живота, да, и внешний зритель, это все равно отражение сфокусированной потенции творческой здесь, он предстает как некий сгусток творческой силы, которая воплощается из зрительского запроса, для того, чтобы, зритель пришел в театр, для того, чтобы объяснить себя, чтобы почувствовать свое невероятное богатство. На сцене появляется воплощение творческой силы, которая готова продемонстрировать ему его богатство. И творческая сила рассыпается во всем многообразии ролевых возможностей, конфликтных ситуаций, сталкивается, зритель смотрит и, блин, как во мне всего много. Вот театр, вот театральная модель. и просветленное существо, актер, который оказывается и понимает эти механизмы, когда он не воюет, когда он выходит на сцену не замкнутый в своей только ролевой функции, когда он потеет или ломает стул, прошибает голову партнеру, не осознавая целое, или падает, то есть это неосознанность, то, что в жизни, на сцене жизни у нас очень часто происходит, как слепые котята, или как в постели тоже часто происходит. Очень многие спрашивают, как избавиться от преждевременной эякуляции? Осознавать целое, расширять сознание, и тогда роль она будет играть из целого, а не только на своем уровне страхов и комплексов и в своем, как сказать, спектре целеполаганий и присваивания наслаждения только себе. Это единое... Я этого не говорил. Да. В интернах я очень много не говорю. Да. И, опять же, если продолжать воспевать гимн, то есть, на самом деле, творческий процесс, он очень откровенный. Конечно же, выступая на телевидении или давая лекции более широкого плана, не в такой среде, как ваша, подготовленная и более начитанная, да, я опускаю очень многие нюансы, но исследование творческого процесса это очень откровенная и очень глубокая, очень трепетная ситуация, где нужно очень во многом признаваться себе. Ты очень плохой артист, если ты не понимаешь, что... если ты что-то прячешь. И это, это очень, как бы, это закрывает тебя на всех, запаковывает тебя на всех уровнях. Но как в обществе анонимных алкоголиков нужно признаться, что я наркоман, наркоман своих мыслей, наркоман своих ситуаций жизненных, я все время в одном лабиринте, подпитывая свою значимость или подпитывая свои страхи, или наоборот, наборачивая эти огромные стены концептуального видения реальности, да, и понятно, что в современном мире сотканном из тюремных стен концептуального восприятия реальности, где каждый кирпичик это подписанная концепция, и кроме этой карты концептуальных способов видения мира, мы не видим ничего, да, и должен появиться кто-то, кто проламывает, вау, так там оказывается потенциал возможности, да, и оказывается можно прикоснуться к живой реальности, да, выйти за пределы мыслей, и если мы говорим о харизме или источнике творческого потенциала, он здесь, нужно уметь успокаивать ум, и если перед вами стоит какая-то задача, конечно же вы не обойдетесь без накопления информации, но дальше вам все равно придется взломать клетку концептуального восприятия реальности, то, что мы называем ролевыми функциями, да, уйти на творческий уровень, и в итоге все равно раствориться в пространстве, из которого вы можете черпать бездну потенциала. Три включенных уровня одновременно, это максимально эффективная позиция творческого человека. Если мы познаем уровень зрителя, уровень пустоты, полноты, в нас невольно просыпается бесстрашие, потому что нам нечего бояться, мы пустота, полнота, мы зрительный зал, зритель здесь, он неотделим от меня, чего бояться, вы здесь. Из бесстрашия естественным образом просыпается радость, потому что зритель здесь хочет осознать себя, пробуждается творческая сила, радость, и это основное качество актера, бесстрашие, радость, а радость невозможно отделить от других. И так просыпается любовь. И на уровне актера ты с любовью разбрызгиваешься в любых контекстах, даже иногда агрессивных, потому что весь спектр твоих эмоциональных состояний это украшение твоей харизмы. И ты можешь проявляться в огромном количестве агрессивных или негативных, или любящих, или наоборот сострадательных, или бойцовских и так далее качествах. Это украшение твоих творческих возможностей. И бесстрашия, радость и любовь это в единстве, это вдохновение. Жизнь может и должна быть прожита вдохновенно. Вопросы? Вопросы мне попасть. До свидания. Дальше, конечно же, есть целый контекст всевозможных практик. В школе игры в первый день мы распаковываем весь веер ролевых функций, тот театр и тот спектр ролей, которые на самом деле мы себе позволяем или не позволяем, или не позволяем. И изучаем, ищем лучшую роль и так далее, и так далее. То есть мы осознаем этот театр своих ролевых возможностей. Почему мы оказались именно здесь? Почему мы играем именно эту роль, а не другую? И так далее. И это первый день. Второй день мы узнаем творческую силу, узнаем индивидуальность своей творческой силы, а кто, собственно, все это играет. И в третий день мы прикасаемся непосредственно к смотрящему пространству. То есть втыкаем розетку в потенциал пространства и входим в круг единства этих трех. Все это через практические игровые подходы, очень простые. И очень часто, я часто это озвучиваю, ко мне подходят и говорят, ну, это же совсем просто. Я понимаю, что будет. Вы сделайте. Когда к Мирхольд пришел один актер, это был, помнишь, когда я упал с такого-то этажа, мама подмихнула, я подмихнул ногу. Как его зовут этого? Не знаешь? Актер Мирхольда. Вспомню, скажу. Да, и Мирхольд ему сказал, посмотрев на него, невзрачный, толстенький артист, он говорит, знаете что, пойдите на сцену, заберитесь на колосники и вот встаньте вот здесь. И смотрит на него, испытывающего. Он говорит, а? Побежал. И он кричит ему, я вас беру! Когда он спустился, к нему пришел, а почему вы меня взяли? Я вам ничего не читал, не показывал. Вы просто сделали, что я сказал. Это, это как бы, это вот актерский наив, нужно просто войти в практику и дальше все распутается, да? И люди из этих простых, наивных, детских, фактически, игр, раскладов получают инфицирование и понимание того, что такое роль, что такое актер и что такое зритель. И потом мы учимся соединять все. То есть схемы очень простые, но понимая на очень простых методах и играх эту единую модель, дальше начинается удивительное приключение, когда люди интегрируют этот опыт уже в более сложные игровые структуры, на самом деле, разрушая свои старые схемы. И здесь начинаются удивительные откровения и один из таких распространенных методов, когда мне пишут, Вадим, спасибо вам огромное, я наконец ушла со своей работы. Да? И это такой самый распространенный метод. Я вышла из ситуации тех ограничений, которые меня принуждали смиряться с тем давлением или с теми играми, которые... И Яна Геншприн, да, например, и она создала свою игровую структуру, и таких ситуаций очень много. Потому что люди вдруг понимают, что они играют ролевую функцию, и они будут играть ее бесконечно. Одна девушка тоже приходит, жалуется мне, говорит о том, что я самый преданный человек в его офисе. Я получаю зарплату 70 тысяч. И почему-то приходят... Я работаю уже 12 лет у него. И почему-то приходят молодые, которые 2-3 лет не работают. Он дает им повышение. А мне нет. Почему? Я говорю, да ты удобна в этой роли. Потому что ты преданное существо, и на тебя в этой роли всегда можно положиться. Выкини фентель. Откажи в чем-то. Прояви джокерскую, трикстерскую, провокаторскую. Уйди просто. И получишь повышение. Она это делает, приходит, меня обнимает, целует, заливается слезами. Я вообще от него ушла. То есть потрясающе, да, и сейчас у нее потрясающе. Она глава своей фирмы, которую она открыла, и так далее. То есть люди, оказывается, могут осознавать ситуацию, делать какие-то и переписывать сценарии своей жизни. Опять же, вот на этом уровне. Потому что на этом уровне мы можем брать глину своей жизни, лепить из нее те возможности и программировать себя, и опускать с помощью определенных программ на уровень глубокого сна другие сценарии, и потом выхватывать из потенциала пространство, но здесь очень важно уже такое развитое внимание, те возможности, которые из пространства начинают приходить. И это уже уровень волшебников. Извините за глупое слово. Сказочное глупое слово. А? Методов. Я все рассказал. Я даже посмотрела по алкогическим методам. Методов может быть огромное количество. Методов вы сами сейчас назвали огромное количество. Важно понять сам центр того, что с помощью этой россыпи методов происходит. То есть все методы в итоге заточены под одно. Неважно по какой лестнице вы поднимаетесь в состоянии недвойственности. Вам все равно нужно будет ее откинуть. Вы можете забраться по христианским всевозможным традициям, индуистским, буддийским и так далее. Вы поднимаетесь по этой лестнице, достигаете совершенства, и в какой-то момент вы отбрасываете лестницу, и вы играющий в пустоте. И вам уже не до бога, вам уже не до разных пранаям и так далее. Вы просто играющий в пустоте. Вы сгущаете и растворяете. Safe at agula. Алхимический термин. И вот сейчас вероятно такая ситуация в развитии всех этих духовных практик, когда весь накопленный опыт сгустился к тому, чтобы определить центр того, как это работает. За расщеплением всех этих традиций огромное количество. Но все они ведут к одному. И это игровой феномен. Вот амбиция, с которой мы выходим на рынок. Довольно дерзко, довольно ярко. Придите на Орликиниаду, поймете, что это такой мощный удар в нос с кровоподтеком. 14 числа. Орликиниаду это спектакль. Билетов нет. Но сейчас можно позаботиться о ноябре. В ноябре у нас три спектакля. Придите. И на самом деле, придя на Орликиниаду, это фантик всей нашей более глубокой работы, которая дальше распаковывается уже в шоколадную конфетку самого тренинга. Конфетка с начинкой. Могу вас предупредить. Для кого-то с коньяком, для кого-то с более сильными. На тренинг, вот у нас есть директор, и он, я думаю, у нас есть сайты школа игры. Ру, playschool.ru, arlikeniada.ru, там информацию все можно получить. В любом случае... Интересно, как тренинг проходит. Я сейчас рассказал, что это тренинг интенсив, он у нас проходит в течение трех дней. И на первом мы с помощью разных игровых методик распаковываем игровой уровень, ролевой уровень, на второй день мы распаковываем и узнаем, знакомимся со своей творческой силой. И это очень трогательные, трепетные, с огромным количеством слез. И оказывается, в нас живет невероятная творческая сила, о которой мы слыхом не слыхивали. И все это через простые упражнения. И на третий позетку в потенциал пространства. И во вторую половину третьего дня мы соединяем эти три уровня в три, превращаясь в просветленное существо, того самого артиста, который выходит на сцену жизни. Это все технологии. Это не расстановки, это не магический театр, это не какие-то другие, это просто актерские технологии, но обобщенные этим целостным видением. Вопрос, да? Насколько это сохраняется? Еще раз? Ничто! Скажите, вы в спортзале были когда-нибудь? Если один раз прийти в спортзал, взять гантель, ее положить, сохранится эффект? Животик, к сожалению, нужно поддерживать постоянно. Это спортзал. Я получаю магию, которую можно принимать постоянно, и просто применяем, не применяем, но по-пасковому опять не придешь, там... Нет, даем инструменты, вручаем, учим пользоваться, и дальше ваша свободная воля, как хотите, с ними только поступать? В любом случае, мое убеждение, то, что инструмент, ту же скрипку Страдивари, да, Паганини смазывал определенным раствором каждый день. Он блюл ее в священном состоянии. Это то же самое, как почистить зубы. Если ты перестаешь чистить зубы, возникают проблемки. Если ты перестаешь вести здоровый образ жизни, возникают проблемки. Если ты перепиваешь или перекалываешься, возникают проблемки. То есть, да, то есть, важно поддерживать себя в целостности, инструмент нужно содержать. Держите мозг в чистоте, в балансе, да, и так далее. Поэтому здесь, к сожалению, если ты входишь в какой-то тренинговый контекст, это на всю жизнь. Утешать не буду. Ну, я знаю, просто я потому, что некоторые бывают так, что... Ну, если вы мне приведете пример... Да. В какой-то момент ты вырабатываешь определенные навыки, но даже просветленные существа, которые просветлены в Тибете, приезжая сюда, оказываются в очень странных ситуациях, да, и мы знаем очень много скандальных судеб, да, высоких лам. поэтому здесь можно поиграть в очень огромное большое количество игр, и нужно быть очень внимательным и понимающим, что мир очень коварен, даже если ты понимаешь, что через любую ситуацию мир улыбается во всю ширину своего рта, понимая, что это его очередной призыв поиграть с нами, да, и любая ситуация, для того, чтобы выходить на сцену и входить в игровой контекст, нужно блюсти какую-то дисциплину, да, освежать в сознании какие-то технологии, освежать медитативными техниками, ну, то, что я называю гигиеной, да, и есть истории, когда мастера рассказывают, что в какой-то момент уже ничего не нужно, наверное, я не достиг этого уровня, возможно, умирая, я провозглашу то, что я достиг этого уровня, сейчас нет, и я делаю это каждый день, я могу констатировать такую вещь на территории своего эксперимента, который у меня возник с Ралликиниадой, вокруг меня образовалась команда, которая в какой-то момент приперла меня к стене, и тыча мне в нос с моими книжками, сказала, отвечай за базар, да, и протянула руку и сказала, кали нам тоже, да, ты испытал какие-то переживания, глядя на тебя... Мы только с длинным рукавом ходим, да? И глядя глядя на тебя, мы видим, что что-то в твоей ориентации и играх с пространством не то, есть какая-то избыточная радость и так далее, у нас есть доверие, давай попробуем. Я говорю, я ничего не буду делать по правилам, я не режиссер, но если вы хотите, вот вам тексты Фрэнки Шоу, выбирайте, приносите на сцену, они сами организовались, стали выклевывать куски, стали приносить, и так родилось лоскутное одеяло Орликиниады. И дальше мы стали наблюдать, потому что возникло удивительное силовое поле, они сами двигали, расставляли, переставляли, я это все созерцал и делал какие-то указания и советы, и предположения, и так сформировалось играющее силовое поле, которое само создало себя. Это удивительный феномен. С этого начался эксперимент, да, и дальше, более усложняя эту модель и понимая, что оказывается такие модели можно распространять и на другие, и на социальную сферу, и возник эксперимент с Киви, где сейчас возникает мета-игра, и я не буду пока рассказывать об этих, о результатах этого феномена, но внедрение игры и объединение целой компании, 1300 человек в игровой контекст дает поразительные, сногсшибательные результаты. И прежде всего они выражаются в каком-то невероятном воодушевлении. Люди понимают, что их иллюзорная функция и все препятствия на самом деле кроет в себе удивительную творческую силу. Они начинают взаимодействовать и рождаются удивительной идеей. Поэтому о результатах этого я думаю, что я расскажу более подробно на следующий год. Потому что сейчас это в стадии эксперимента. Я не хочу огульно это все рассыпать. Но запрос от социальных и бизнес-структур невероятный. Потому что то, что творится в офисных структурах, это смерть. Люди просто самоуничтожаются. И понятно, что это безвыходная ситуация. и уходят в разные работы на дому, через компьютерные, сетевые и так далее. Но человек хочет сбросить. Деньги должны зарабатываться играючи. Все равно радость жизни, восторг жизни и игра жизни она все равно должна быть вдохновенна. И все больше и больше людей пробуждаются к этому. Запрос невероятный. Люди не хотят зарабатывать деньги. Это не главное. И вопрос поставлен очень четко. Я думаю, что ответ на нее даст игра. Уже сейчас в Японии есть целые города, где люди по этим самым позонам играют во всевозможные компьютерные игры в реальности, наряжаясь в разных персонажей и так далее, устраивая всевозможные фестивали, они уже не выходят из этих игровых контекстов. Это крайность. Или та же МакГонигал Майнкрафт делала выступление на ТЭДе, и она очень просто протранслировала знания. Она говорит, давайте посчитаем, сколько людей играют в игры. Тот же Майнкрафт. Давайте посчитаем, сколько времени они тратят на компьютерные игры. И там исчисляется миллионами и людей, и часов. Майнкрафт, компьютерная игра, из кубиков составляется реальность, люди строят свои миры. Там утопают на годы люди. Это нормально вообще, что вы играете? Да, вот, сейчас я расскажу. И она, человек, который создал из коммерческих соображений эту игру, совратил огромное количество людей, вырвал из реальности, она вдруг выходит на сцену ТЭДа и говорит, а теперь давайте, вот посчитав, сколько потенциала творческого, горения, интереса, сливается в унитаз. Давайте создадим игры, которые были бы нацелены на решение социальных проблем. Сколько энергии будет сфокусировано через этот интерес и желание просто насладиться игровым существованием. То есть изучение игрового феномена для меня это высшая мировоззренческая категория современности. Это главный запрос. Через игру распакуются очень много во всевозможных проблем. Потому что все равно листая и проведя очень много тоже времени в исследовании всевозможных и в накоплении информации в психотерапевтических контекстах, я пришел к выводу, что все, помимо только вот, может быть, Миндела и там вот ниже с ними и трансперсональных разных уровней, все занимаются решением проблем уровня роли. Не все, не все есть выходящие и выходящие на этот уровень, и духовные практики, касающиеся более глубок, есть, есть. Но в целом психотерапевтический контекст, он весь почему-то базируется здесь и очень редко уходит. И вот лекция, о которой сказал Андрей, вероятно, она тоже уже описывала ситуацию. И сейчас огромный запрос. Здесь не решаются проблемы. Это понятно. Ответ? окей. человек сколько приходит запросы меняться, брать, он это понятно делает, он приходит и берет. Мы максимально пытаемся осознать ту атмосферу, для того, чтобы человек мог за эти три дня максимально себя помять, посмотреть, поисследовать. и мы даем именно за эти три дня некий камертон этого ощущения, с которым он выходит в жизнь. Как говорит Вадим правильно, что мы не несем ответственность за его жизнь, мы даем этот вкус ему почувствовать. Вопрос о том, получается ли результат, это очень забавный. И вопрос о запросе. Человек, он, допустим, посчитал какие-то книги Вадима и пришел у него один запрос. Он пришел на Орли Кенеаду, посмотрел на нас, у него другой запрос. Он просто ему нравится и ему просто хочется с ним сфотографироваться, он приходит на тренинг и это другой запрос. И каждому по запросу воздается, грубо говоря, на этом тренинге. Но самое смешное, что человек пришел, допустим, с минимальным какими-то запросами, не имеющим к нам никакого отношения, просидел все три дня, ну там ничего не записывал, особо не участвовал, и вдруг в конце третьего дня понял, что что-то происходит. Он как бы смотрит на этих людей, понимает, что там какой-то с ними происходит фокус, с ними происходит, у него там что-то, да? И такие люди, чаще всего, они приходят в другой раз и мы их видим уже совершенно другими глазами. Пришел человек уже в третий раз, он уже с самого начала полностью включен, и у людей, вот, ну как бы я по себе могу сказать, на которых изначально смотришь и думаешь, как что там, и вдруг третьего дня, вот если у него такой сильный запрос с ними происходит, ну, ну это правда, удивительные вещи, да, ты смотришь и не веришь своим глазам, да, тогда, когда он уже созрел к тому, что он хочет из... И вот все, кто созревает, все, кто приходят зачем-то, они это получают, это точно. Но инфицирование происходит как-то. Ну, вовсе-то с этого и начинается тренинг, то есть с уровня мотивированности, то есть у нас даже есть целая выкладка, люди, регистрируясь на тренинг, они пишут, для чего им это нужно, да, они формулируют это, да, или, по крайней мере, им ставится такая задача. Я просто за счету компьютерных игр хотела сказать, что, ну, в принципе, как бы я занималась, ну, скажем так, была участница проекта, где создавали свой мир, связанный с сновидением. Вот, и в связи с этим там читала статьи и так далее, так вот у людей, которые играют в компьютерные игры, у них вот эта вот тема выйти из ролевых тоннелей, она как-то происходит сама собой. То есть, это, кстати, один из методов, как вырваться из этого. В частности, это отражается на сновидениях. Кстати, по-моему, это в книге Станг Криптера была статья по поводу того, что люди, играющие, ну, там, по-моему, про Варкрафт, конкретно, не про Майкл, а про Варкрафт, что они начинают фонтанно видеть осознанные сновидения. То есть, человек начинает играть, он понимает в какой-то момент, что он находится в роли, и у него включается, как раз выйдет уже смотрящий, и включается тема о том, что, ну, видите, ну, у меня сейчас абсолютно такой опыт, и я сейчас очень интенсивно наблюдаю за своим девятилетним сыном. Первая история, которую я хочу обратить внимание. Я прихожу с ним, ему пять лет. Я прихожу за ним в садик, открывается дверь, они с дружками, у него есть друг, негритенок, Джастин, да, и они строят кубики, где-то метр-полтора от земли, Джастин теряет равновесие, падает, начинает выть, зверски ударился бедром, Вильям подбегает к нему, и орет, сыграй это, сыграй! Откуда он это всосал, я не знаю, да, из пространства каких-то вот наших, нашего семейного круга, да, из папиных увлечений и так далее. Сыграй это, переведи болевое ощущение в игровую плоскость, не тебе больно, роли больно! Они умеют уже, они этим уже владеют. Мы вырастили уникальное поколение, по старым схемам их уже, с ними уже не договориться. С помощью этих, этой гаджетомании, интерактивных компьютерных игр, они обладают другим сознанием. Я, например, убежден, что им не надо читать. Не надо насаживать книжную вот эту эйфорию, в школах заставлять, у них другое восприятие. Они уже работают на других скоростях. Да, это компьютер, им нужно подавать информацию на совершенно других. Но это мое мнение. Я его ни в коем случае... Я его ни в коем случае... Я просто отслеживала, реально, то есть, собиралась наведение людей, точнее, это были подростки, но это уровень Аэлл Сенса, собиралась наведение игроманов. В общем, это довольно интересная картина. То есть, для них выйти из рулевого туннеля вообще не представляет, скажем, труда. Он говорит, я же тут играю, почему я не могу играть в жизни? Опять же, второй случай опять с Вильямом, да, он у нас вырастает в актерской вот этой, вот этой среде. И каждый раз, когда уже с детства, с трех, двух, там вот, он просто в этих методах, в этой среде, это мой большой эксперимент. Я, честно говоря, на свой страх и риск. Не знаю даже, чем это закончится. Да, но мне кажется, что это выращивание психического здоровья в человеке, да. Каждый раз, когда его захватывала какая-то эмоция, мы с Вероникой погружали его, указывая, ну, вот в осознании, указывая на то, что это не ты, это кто в тебе, что это за ролевая функция. И мы давали ей название. Когда в магазине он начинал биться, валясь на спину, требуя игрушку, да, мы дали имя этой ролевой функции. И таким образом, освободив его от чувства вины, никто его никогда не наказывал. И в какой-то момент это выработало, что ловя этот нюанс, когда этот, как же мы его назвали, уже забыл, ну, допустим, 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 Джонни, да, когда Джонни его захватывал, и он уже ловил, папа, опять Джонни пришел. Я говорю, ну, это же не ты, нет, это не я, вот, но ты же знаешь, что с ним делать? Да, я знаю, что с ним делать, пойдем. И весь спектр его этих самых нежелания делать уроки, мыть посуду, убирать комнату и так далее, да, все вот эти капризы и все болевые ощущения, это все, как бы, вот упаковывается в инкрустацию вот этого театра ролевых функций, в которых он вырастает. С мамой он один, с папой он другой. Он уже это расщепляет. Он сумасшедший. В хорошем смысле. Это же вот шизофренический. А? Это же осознанная. Это осознанная, это осознанная шизофрения, да, если говорить на этом языке. Но более страшно, если шизофрения неосознанна. И она возникает, потому что мы создаем поколение multiple personality, неосознанных людей, у которых, которых разрывают на части невероятное количество ролей. Если мы за собой понаблюдаем, то мы сами увидим, что мы сотканы из огромного количества ролевых возможностей. Сейчас здесь мы одни. В туалете мы другие. С мужем мы третьи. С ребенком пятый. С мамой, с папой и во всех других ситуациях. С гаишником мы третьи. Хотя мы едем за рулем, что я никогда этому, этой варе не дам денег. Гаишник. На. Поехал. Да? Как ролевые функции меняются. Да? Или когда мы въезжаем в зад кому-нибудь, да? И, блин. И начинаются эти разборки, эти вызовы. Какая ролевая функция? И как только мы затачиваем взгляд в наблюдении, из каких ролевых функций мы ткемся, мы понимаем, что, блин, люди, которые прошли школу игры, они ведут дневник ролей. И они начинают записывать уже после второго дня. Да? И приходя потом снова и снова, встречаясь, или ведя переписку на форуме, в Фейсбуке, или там где, на ВКонтакте, эта страничка, они описывают, мы сейчас даже хотим сделать целую книжку, выпустить, из каких ролевых функций ткется реальность, и они пишут, какое, до двухсот ролей они насчитывают, да, персонажа. Вот. Да? И третий момент, опять же, о технологиях алхимических, о которых вы спрашиваете. Все, весь спектр технологий в итоге сводится к тому, что вы понимаете, что на уровне роли, в успокоенном состоянии, вы можете творить особого сорта реальность, да, и пока я не скажу, каким образом, но через контекст работы с энергиями, из потенциала пространства вы можете запускать сюда, открывать шланг, пускать энергию, и таким образом осеменять, оплодотворять окружающее пространство задуманной реальностью. Понимаете, о чем я? И в этих медитативных упражнениях мы называем это артистический торус или трикстерский торус. Это вот бублик, это вот символ пространства вот этого, по которому сейчас строятся эти огромные модели многокилометровые под Парижем. — А? — А? — А там выкурил, тебе не скажу. — Может быть, может быть, да. Но это все вот практика с этим, да, и все сводится к тому, как материализовывать задуманное, если целенаправленно в гигиеническом последовательным подходом это делать, из пространства возникают вещи, на которые ты его программируешь. И ты потом схватываешь, и это уже от твоего искусства зависит, в какую игровую ситуацию ты с ним входишь, выращиваешь или отторгаешь, или вы входите во взаимообмен, но жизнь превращается в игровой контекст этого бесконечного сексуального взаимопереливания и взаимообогащения. Плюс контекст непривязанности, желание всего самого наилучшего, скрепление любящим, силовым полем любящих глаз, в котором ты предоставляешь возможность реальности быть во всем ее богатстве, да, не ограничивая и ни в коем случае не возводя в какой-то контекст законов, да, ограничивая реальность, упаковывая ее в тюремную стену всех этих концептуальных кирпичиков, и на каждом кирпичике написана какая-то формула и так далее, да? Ответ? Да. Окей. Я. То есть, я сейчас писала из самого поля, то я вам даст это дело. Я с этими студентами играю, ну, то есть, я аккуратно там делаю курс, мне уже что-то группа была такая, пулья, сплоченная, вот, я хорош учеба, мы с ними играем мультфильм, ну, как магический театр, я рад, что вы подчеркнули что-то полезное, я рад. В театре, когда вы приходите в театре, и если спектакль хорошие, и условия сходятся, все погружаются, я называю это образом, который проступает, он не материален. Образ это то, что соединяет в себе смотрящее пространство зрителя, творческую силу актера, и все ролевое многообразие, да, и именно это ощущение, эту вибрацию, вне каких-то концептуальных слов, концептов, смыслов, мыслей, и так далее, именно это ощущение вот этого целого, да, зритель уносит, и потом приходит снова, и подсаживается, как на наркотик, да, снова и снова, потому что он хочет эту целостность пережить. Не актер играет, зритель играет на сцене, актер, медиум, который берет зрителя, нас играй, и просто дает ему эту территорию, и зритель заливается слезами, и умиляется, и восторгается, и в конце забрасывает цветами, и хочет поцеловать ноги актеру за то, блин, он, он, наконец-то пережил, кто-то показал ему его богатство, он оказывается так богат, он оказывается так вдохновенен, и так мощен, да, вот искусство театра, это хорошо, что вопросов нет, а я даже не знаю, когда, мы сейчас едем в Камбоджу, у нас удивительный, мы начинаем удивительный цикл, путешествие по местам силы со школы игры, и первый наш выезд, который мы спланировали, это Камбоджа, это Ангхорват, мы 4 дня проводим и прикасаемся к вечности, так сказать, и чаруемся этими энергиями, да, и потом перелетаем на берег океана, и там у нас курс медитации школы игры, 6 основных медитаций, вы хотите починить замок? все, да, 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 на берег, на берег, на берег, Это все мы будем распаковывать подробно, параллельно купаясь с дельфинами, поедая пауков с пивом и медитируя, 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 медитируя. А речевые, двигательные и дыхательные практики так? Возможно, мы прикоснемся к тому же самому торусу, но это зависит от команды. Ты же за еду едешь. Я, да. Это зависит от готовности команды, которая поедет с нами. Я еду, потому что вы выглядите хорошо. До свидания. Так сказать, по поводу речевых практик в школе игры, поскольку мы используем актерские технологии для того, чтобы людей потащить через этот опыт, о котором говорил Вадим, актерские практики подразумевают под собой очень активную работу с голосом, с дыханием, с пластикой и с воображением. И поэтому к нам иногда приходят люди именно с опросом вообще по поводу ораторского искусства, например, и используют этот тренинг для этого. Потому что в течение тренинга мы даем упражнения, нами же наработанные, актерами технические, просто для того, как быстро, там за 10 минут перед тем, как выступать в большую аудиторию, подготовиться относительно голоса, дыхания и энергии и так далее. Ну, то есть это тоже вот там есть у нас. Все, в заключении я опять же хочу склониться перед Володей Майковым, что он делает вообще возможным это все, проделывает его работу. Володя, спасибо огромное тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ